мама главный человек родители и дети разные поколения у них конечно разные вкусы и из-за этого иногда возникают споры но прочтите письмо девочки задумайтесь только ли из-за этого я оказалась свете свидетельницей одного случая вместе с мамой и папой вы мы выбирали мне подарок ко дню рождения в магазине бытовой техники где я заметила маленького мальчика лет 7 8 с его мамой она отказывалась покупать мальчику приставку из-за нехватки денег он очень рассердился на маму и стал с ней ругаться называя ее обидными словами я вздрогнула мне было жаль эту женщину я представила что на месте этой женщины могу быть я в будущем я подошла к мальчику и сказала тебе не стыдно на что он мне грубо ответил а тебе какое дело я перевела свой взгляд от мальчика на его маму у нее по щеке покатилась слеза она достала последние деньги купила мальчику эту приставку к сожалению подобных случаев много но хватило одного чтобы понять отношения детей и взрослых я стараюсь всегда понимать маму даже если мне обидно в какой-то ситуации берегите своих родителей ведь они подарили вам жизнь влада 14 лет кто из нас не был свидетелем подобной ситуации когда испытываешь чувство неловкости в равной степени и за маму папу бабушку и за ребенка почему так происходит как можно избежать подобных сцен вспомните какие глаза у вашей мамы и какие чаще всего бывают у нее глаза грустные или веселые отчего грустнеет мамины глаза не узнаете ли вы себя в описанных далее ситуациях вова сказал маме что после уроков останется на репетицию спектакля когда кончилась репетиция он заигрался с ребятами по дороге домой зашел к товарищу за книгой и заговорился когда он пришел домой то увидел полные страха и отчаяния заплаканные глаза мамы как бы вы поступили на мамином месте мама предупредила наташу что придет с работы поздно и попросил ее все прибрать в квартире накормить ужином сестренку и спокойно с ней поиграть когда мама вошла в дом там стоял тарарам вещи были разбросаны сестренка капризничала а наташа сердито на нее кричала что в эту минуту могла переживать мама дина требовала чтобы мама купила ей джинсы потому что у всех есть а у нее нет мама объяснила что она не может их купить у нее нет сейчас денег но дина продолжала требовать плакал кричала что мама ее не любит не жалеет потом оделась и ушла хлопнув дверью что испытала в этот момент ее мама и что же зависит от нас чтобы в маме на глазах чаще светилась радость умеем ли мы ценить мамину любовь не знающую преград умеем ли мы любите понимать свою маму писатель островский так охарактеризовал наше отношение к матерям есть прекраснейшее существо у которого мы всегда в долгу это мать они бывают ли у вас так что вы считаете наоборот что мама вечно должна вам и мучить ее постоянными требованиями капризами обидами за что мама сердится на вас чаще всего за неряшливость неопрятность лень грубость несдержанность нарушение обещаний не умение вести себя не кажется ли вам что она права а если мама бывает в чем-то и не права иногда возможно чересчур вспыльчиво так может именно она больше чем кто-либо нуждается вашей снисходительности понимание вы уже в том возрасте когда можете понять своих мам стремитесь больше узнать о них чтобы понять вы можете помочь и посочувствовать и дарить им радость нужно только захотеть это нужно не только маме но и вам вы от этого станете лучше а мамина жизнь счастливее максим горький говорил не будьте равнодушны ибо равнодушие смертоносно для души человека а ведь самое страшное равнодушие это равнодушие к собственной матери проанализируйте хотя бы один день вашей мамы и подумайте не повинны ли вы в равнодушии к ней в ее не всегда хорошем здоровье ее плохом настроении можно выделить три основных стороны любви к своему самому родному человеку заботливости внимание бережное отношение к ее здоровью чуткое отношение к ее душевному состоянию согласны как вы думаете какого из этих трех направлений больше всего не хватает вашем отношении к маме что чаще упускается в повседневной жизни к сожалению не хватает чуткого отношения к ее душевному состоянию как вам кажется почему именно эту сторону отношения вы упускаете чаще всего а ведь это ей особенно нужно нужно ваше постоянное и заинтересованное внимание стремление понять ее настроение чувства переживания облегчить ее нелегкий труд в семье именно мама больше всех в семье жертвует для других и особенно для детей своим временем доступными радостями здоровьем отдыхом замечаете ли вы это испытываете ли вы в душе благодарность желание воздать ей должное увы многие из вас принимают дар ее души как должное обязательное привыкли что иначе не бывает и перестали замечать а ведь это очень страшно перестать замечать что мама не досыпает что очень устает что чем-то печально что стало раздражительно или молчаливо как же быть вспомните сколько раз мы выражаем свое недовольство чем-то сердимся на маму когда она чего-то не разрешает обижаемся на резкость и как часто увы бываем не только непочтительно просто грубой задумали задумывались ли вы когда-нибудь как это отзовется в ее сердце что она чувствует и переживает в этот момент может быть именно от этого сидеть наши мамы как вы думаете что и как надо изменить в себе чтобы вашим мамам стало теплее на сердце радостнее в семье есть одна хорошая сказка многие наверное знают она о том как одна мама отдав все свои силы любви все свои силы любовь нежность заботу детям однажды заболела оказалась без помощи она вдруг поняла что дети не способны увидеть как ей тяжело и по-прежнему рассчитывает на ее уход за ними и заботу они продолжали жить беззаботной жизнью не помогли матери не позаботились о ней и тогда она превратилась в кукушку и улетела от них спохватились дети готовы были все сделать чтобы только мать вернуть да поздно это сказка не про вас какой же вывод вам нет нам необходимо сделать из всего сказанного торопитесь беречь своих мам от вас так много зависит в их жизни должна ли в нашем поведении выражаться снисходительность к маме и в чем она может проявляться как вы думаете почему лев николаевич толстой очень категорично заявлял что нет хуже качества в человеке чем неблагодарность почему с неблагодарным человеком трудно дружить вместе жить быть в одном коллективе философ синека слова слова которого мы много раз приводили в этой книге размышляя человеческих отношений говорил ты возмущаешься тем что есть на свете неблагодарные люди спросил совести своей нашли ли тебя благодарным все те что оказывали тебе одолжение вам не кажется что эти слова обращены непосредственно и к вам